Земля всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Мы это видим, хоть раз видели, как пшеница растет. Царство небесное подобно этому. А вот теперь и подумаем. Если так, одна пшеничка дает плод, от ее один колосок, от многих, многие, а теперь если ни одна пшеничка не посеяна в обратном порядке, ни зелени, ни колосеца, ни в колосе. Расшифровка показывает, что по-другому царство небесное нет. О каком царстве небесном речи может идти, если семя не сеяна? По порядку, какое место в Писании не возьму, везде говорят, что в одном надо идти и проповедовать. Надо идти и благовествовать. У каждого свой талант, а благовестие это для всех. Ну, бывают люди, которые прыгают, другие ядро толкают спортсмены, но пить и есть это дыхание, это нормальное явление. Так и говорить о Боге, это совершенно нормальное явление. Ты знаешь путь спасения, как ты можешь его не сказать? Ну, ты видишь, что человек идет в ту сторону, да мне это не касается. Ты скажешь, поворот ты просмотрел, ты идешь сейчас бегать, это параллельный путь, а он дальше поведет в другое место, как в путешествии Пилигрима написано. Притчу надо растолковать. А вот эту притчу толковать даже не надо. Притом не знаешь, как, главное посеять. А как он уходит, не знаю, что ты сказал, сел и уехал. А там Бог делает свою работу. Семя-то попало. Ну, откуда спросить, как человек заводится? Значит, семя есть, замелся, нет ничего, нету. А поэтому Соломон и говорит. Я, говорит, образован от услада и перечисляет все. Сгустился. И образовались руки, ноги, глаза, жилы. Как, я не знаю. Ну, там написано, в 10-месячное время, потому что месяц был короче. Он удивляет этого. Приводвивший человек. Как? Как я образовался? И перенавис пеленатый, и криком обнаружил, что мое рождение. Все точно так же. Но могла родиться с семью, нет ее скотины, нет во всем мире, это так, во всей природе. Как можно было не понять этого в самом христианстве? Я ответа никакого не могу найти, кроме того, что те, которые принесли христианство, они сами не знали этого. Они сами не получили это семя и сами не родились. Вот сегодня слышали притчу. И вошел хозяин, и посмотрел, лежат люди, и одного заметил в небрачной одежде. Мне сегодня не свет ни заря, один батюшка звонит и спрашивает, как он вошел, как это понимать, как? Я говорю, он не вошел, как? Написано, вошел. Я говорю, вошел, это означает не вошел. А разве так можно толковать? Да по-губому нельзя толковать. Я скажу тебе изречение, все, что о Боге написано в Библии, это и правда. А как это так? Да так, по снисхождению к человеку Бог говорит. Вот так. Бог не плачет, а написано плачет. Бог сожалеет, что сотворил человека, жалеет тот, кто не знал, что дальше будет. Это называется антропомагия. Человек, когда антропологией занимается, понимает, что такое человек, как он возник, так. А это перенос с одного события на другое и человеческими чертами награждает Бога. Бог гневается, он не гневается. Это выражение к нам приспособления, чтобы мы поняли, что Бог справедливости требует. И когда говорится вошел, он не вошел. Он мысленно подумал, что он будет в раю. А почему не вошел? Да потому. Он не только не мог пойти, он даже увидеть не может. Написано так. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Считал про это? Вежущий в Сына Божий имеет жизнь в веще. Невежущий не увидит жизни, не увидит. Ты слышишь? А это притча, это притча. Он туда не вошел. А вошел, а не тот, означает, охрана просмотрелась, как-то не знали, не тот пропуск. Можно многое думать. Он не мог пойти. Как он мог пойти, когда он не готовый? Как мог пойти туда, который прописан в аду? Его выбраться, где плачет скрежет зубов. И он бы вошел туда. Ну ты понимаешь, что несоответствие действительности. Но о написанном. Мы многое говорим. Надо смысл заложить. Иногда говорят так. Давайте будем считать, как и не бывшее. Мы не можем так считать. Это будет неправда. А неправды у Бога нет. И поэтому перед Богом это ложь. А ложь это только делало. Как и не бывшее. Обжнали, знали. Теперь давайте считать, как и не бывшее. Будем считать. Но будем молить Бога, чтобы Господь в мозгах наших сделал, что как бы этого не было. Дай нам забвение, чтобы нам не мстить. Вот какой смысл. А не то, что не бывшее. Когда хотят, чтобы со стародрецами был мир, давайте считать гонение, не бывшее. Не может этого быть. Там тысячи трупов лежат. А вот что говорила завубежная церковь против московской патриархии. А московская патриархия храма везде отнимала. И сейчас пишут на решение акт вахте, яка не бывшее. Было это все. Если не было покаяния в этом, а его не было, оно все внутри осталось. Это все было. Не бывшее тогда, когда Бог скажет, я прощаю, это было, а вы забудьте про это. Вот только какой смысл заложенный. И здесь говорит 1 Коринфянам 3.6.9. Я насадил, проповедовал. Аполлон поливал, пришел, укрепил на вопрос и ответил. Но возрастил Бог. Почему и насаждающий, и поливающий есть ничто. А все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно. Но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога. А вы Божья Нива, Божье строение. Мы все являемся той землей, которая приняла семя проповеди. Если не было семя проповеди, что там? Там пустырь, ферновник. Вот тут и революционные идеи, вот заигрывание с Западом. Это все идет отсюда. А тебя никогда не приезжали эти идеи? Я и не понимаю даже, о чем речь идет. А тебе не хотелось бы сегодня напиться пьяным? Я даже думать не могу об этом. Как это так? Если тебе Господь дал это понимание, и Он сам тебя хранит, ну какой разговор? Даже вообще ничего этого нету. Даже воздерживаться от этого не надо. Просто его нет. Оно не подходит. И верующие не согрешают. Первое Петра 1, 23-25. Как возрожденный не от тленного семени, но от не тленного. От Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть к острову, и всякая слава человеческая, как свет на острове. Засохла трава, свет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек. А это есть то Слово, которое мы проповедуем. Которое вам проповедуем. Вот оно семя. Страна российская не была засеяна. Я покаяния не услышал. Нет патриарха, нет одного собора, нигде. А если было засеяно, то где пшеница? Почему один термомник-то вырос? Все-таки непонятно. Хотя это вопрос поставить, называть проблемами. Не президент, никто этого не знает. Они говорят, тут надо это решить, там финансовые инвестиции, там все. Пустое это. Самое главное, необходимо инвестировать душу человека, не жалеть средств и вложить туда, вот ребенок сейчас. Я выезжаю уже совсем немного времени. Вижу, что не сдвигается с места. Вы утром ребенку, уже заранее вечером, напишите ему в картоночке, чтобы он днем несколько раз прочитал. Ну один стих. Вы понимаете, это так мало, один стих. Но ниже нельзя. И уже за год 365 стихов будет знать. Это не одна глава будет. Ну посмотри, как мусульмане учат. Я же вам раздал. А нас двухлетние отвечают то, что у нас 14-летние не могли ответить. Христос вернулся, где я бы поселился. Они знают, что из них он приехал в медину два года, а у нас 14-летние не может ответить. Я же собрал, показал этот клип, двухминутный, и они ничего, дети, не могли ответить. Ведь это где-то скажется когда-то. Заложи в ребенка, священник. Это все потом возрастет. Ни дня, ни одного не оставляйте заученной священному писанию. Сей семя. Что ты спишь? Проспитнице. Сей доброе семя всегда. Пожьешь, что посеял тогда. День жатвы придет незамедли. Вот тогда мы это все увидим. Екклесиаса 11.4. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. А кто смотрит на облака, тому не жать. Не смотри ни на погоду, ни на настроение, ни на здоровье твое. Он утром проснулся. Дня нет, чтобы перед телевизором дети не сидели. Дня нет, чтобы не играли компьютеры везде. А вы распространите это на всех знакомых, с кем дети встречаются. Чтобы они обменивались написанным, переписывали друг от друга. А что тебе сегодня? А вот такой стиль. Да еще и толкование ему дайте. А теперь котел применить. Вы заметите, сразу же есть другая температура. Сейки. Притом непрерывно сейки. А какой образец? Сектанга. Бартисты. У них вопрос молодежи вообще не стоит у отделенных. У них отдельные специальные курсы, маленькие книжонки выпускают, детскую Библию назвали. Заметьте, как они стараются. И все это в ребенка вложить. Священная история. Ну у нас перед нами люди идут, живые в наше время живут. Посмотрите, как сектанты, мусульмане и другие, как они любят заниматься с детьми. Экклесиаса 11.6. Утром сесть семя твое. И вечером не давай отдыха руке твоей. Прям про то, что я вам говорю. Потому что ты не знаешь, что то или другое будет удачнее. Или то или другое равно хорошо будет. Утром запиши, вечером проверь. То есть трудись. И вечером опять новый стих. Помоги ему написать. Картонок нет. Придите ко мне, я вам дам твердую бумагу. Каждый день. А если нет, давайте договоримся, чтобы ребятишки днем к вам приходили. Нет, пусть ко мне придут, проверим, какие вы стихи выберете. Золотые стихи. Начните с Евангелия от Матфея. Начните притча. Начните с Иисуса Сиракова. Ну, найдите то, что ребенку касается. Скажи, видишь, это как раз на тебе. Чти отца и мать. Покажи. Чти. Разъясни это слово. Иначе мало будешь жить. Никакие врачи тебе не помогут. А так ты долго будешь жить. Долголетен будешь. Все разъясняй ему. Это твое поле. На том поле еще дождь мешает выйти. А она-то ничто тебе не мешает. Он рядом. Прикрой его. Придолупь. Исайя 28, 24, 26. Всегда ли земледелец пашет для почева. Борозит и воронит землю свою. И такому порядку учит его Бог его. Он наставляет его. Земледелеца Бог наставляет. Когда? В какое время? Посмотри. А если заболел? А если это последняя болезнь? А что ты запомнил? А что ты Господу скажешь? По его уровню ты найдешь многое в Библии. Как ребенок должен вести себя. Не знать о схудем сообществах. Отвращаться его. Исайя 32, 20. Блаженнего и сеющая при всех водах. И посылающая туда вала и осла. И здесь сеять. Парус он только сказал. И опять о Боге. Как об этом говорит Григорий Богослов. О чем бы не договорили на базаре? Бабки все только говорили, а трои спорили. Она спорит. Спрашивает сколько килограмм мяса или свежее. Мясо свежее это Господь мне дал. А сына видишь, у меня как раз 30 рублей. Это означает святая троица. Она специально тут тройки подогнывает. И все базары, все были наполнены разговорами между орианами и православными. Ну можно же маленько посмотреть, что. Как Варвара. Она ничего еще толком не знала. А там и Варвара, и в них обучился. А то Варюнька, Варюша маленькая, девчонка сидела. В окна смотрела на звезды, Бог ей это все дал. И что там делается? Там-то пары встречают. Там что кирпичи, кладошли, отец байны строит. А что? Два, а почему два? Солнца и Луны. Отец ушел, а она дочь расследилась. Она вышла проект переделать как нельзя. Переделать, трёхное сделать. А почему? В честь троицы, так лучше, если это больше. Отец пришел сразу за метод трёхного. Кто, подборил? Ваша дочь родная пришла. Он сразу запросил, а в чем дело? Да в троицу. Она не знала, каким образом проповедовать. Она окна. И тут началось дальше, отец разоблачил, кто она такая. Один из бродящих ее уже крестил, проповедников. Вот как делали первые христиане. Так ли у нас? Отставили в порченый человек. А сколько километров? Двенадцать. А двенадцать разделить на три, получается по четыре. Да научи его делить цифры, чтобы он в этом увидел что-то божественное. Сколько в классе детей, сколько учителей, чтобы он всё подогнал к божественному. Один палец отрубили, читаешь в каждом свете, он в честь единого вечного Бога, благодарю тебя. Второй палец отрубили, тут от боли бы сморщился, зажался, кровь течет. А он нет. В Боге два естества. Он есть. Бога человек. Во славу. Прими, Господи, отрубленный палец. Третье. Ну тут само по себе понятно. Великая Троица. Прими третий палец, ты мне отдала. Четыре. Это шесть четырех евангелистов. И он на каждый отрубленный палец так продолжал говорить, продолжал проповедовать. Мы во всём должны искать причину поля, где посеять. А не сеяться, потому что семени нет. Что ты посеешь, если пустая корзина? Иаков 3.18. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Надо быть мирным, с Богом в мире и просить у Бога. Покажи, где я могу сегодня посеять. Не та, что Серёжа ещё не знает. Все знают. Нет. Ты услышишь такое, чего ещё не знаешь. Вот собираются люди на конгресс, смотришь профессора. Я говорю, а ты не мог по книгам этого узнать? Нет. В личном общении я всегда узнаю что-то новое. Я говорю, а сколько ты учишься? Да у меня два диплома есть, а третий университет сейчас заканчивается. И всё время в отпуск съездят, в Москву издают. Третий университет? Да не хватает. Чувствую, не хватает. Детям говорите, что не знаешь чего-то, ты ещё как-то проживёшь. Не зная Писания, ты никак не проживёшь. Ты у скота подобишься. Одна утрома будет у тебя, и всё разговоров никаких не будет. Ничего интересного нет. Иоанн 12,24. Истинно, истинно говорю вам. Если пшеничное зерно, фар в землю не умрёт, то останется одно. А если умрёт, то принесём много плода. Как я эфиграфом Достоевский взял братьям Карамазовым. Зёрнышко – это я. Это моя душа. Я должен себя приготовить, умелеть. Вот поверьте, что я вам говорю, что мои книги, которые Бог позволил мне упустить, заговорят только после моей смерти. Это закон. Такой закон. Об этом надо будет молиться. Иоанн 4,36-38. Живущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Жнущий. Так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, а другой жнёт. Я послал вас жать то, на чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Не о жатве речь шла. А проповеди. До вас уже потрудились люди. Они там что-то говорили, свидетельствовали, Евангелие выпустили, раздавали. Вы приедете уже очень подготовлено. Трудно, где вообще ничего не знают. И поэтому не в раз урожай будет. Ты говорил, а кто обратился? Не знаю. Потому что мы ложимся, спим и видим, как оно полосится. А вот нужда толкнула человека, он начинает припоминать. Нас уже может и не будет здесь или на земле. А человек обратится и припомнит, скажет, что вот мне тогда говорили. Я сам берегу, ко мне приехал директор один, ликера водочного завода. И я ему говорю, сколько ты людей в ад толкнул с твоей продукцией. Он говорит, да я жаростую казну наполняю. Ну правда, он много дает. Я говорю, ты ад наполняешь. Такой умница. Он даст какую-то работу. Он говорит, я сейчас вспоминаю, у меня одна бабушка, знакомая была, баптистка об этом говорила. А когда говорила? Уж много лет назад. Он теперь соединяет с моим. И Господь сделал так, что убрал и поставил начальником водоканала. Он говорит, вот ты мне направишь, а вместо водки теперь вода. Матфея 13.33. Ину и прище, сказал им, старство небесное, подобно закваске, которую женщина взяв, положила в три веры муки, такой не втипло все. Если имеете дело с тестом, замешивайте, все время говорите, чтобы три веры стисла во мне и в детях. Просто понять, в уши попало семя, сердце мое приняло, поверил, и третье, руки сразу стали делать люди, пошли на кропы. Три веры. Уши, сердце, руки. Очень просто. И притча 11.18. Нечестивый делает дело ненадежное, а сеющий правду награда верная. Ты хочешь без проигрыша закончить жизнь. Сей. Сей доброе семя всегда. Приготовьте детей к этому. Если где-то они без вас будут здесь и жить, чтобы они постоянно, всюду и везде, с тобой имели Евангелие. Даже случится его ограбить где-то. Я всем членам своей общины раздал Новые Заветы и сказал, вот нас сестру обокрали, и что у тебя в сумочке было? Ключи, паспорт, деньги, месячная помощь. А ты Евангелие положил, а нет? Да преступник мог открыть и обратиться. Вы же слышали такие рассказы. Достаточно несколько слов прочитать. Чтобы учтить, да, у вас было бы Евангелие, это у меня на с собой. Брат поехал в Америку, у него ряса нет, у меня ряса нет. Я дал бы, Евангелие положил. Если бы не было, пока за Евангелие. Я находил, как меня хоронить, чтобы заламинированное Евангелие на кресте всегда было. И на кресте кто хочет, берите, читайте. И в грот мне одно положите, Евангелие. Если только она раскопает, чтобы заламинированное было, мог взять и найти. Сей всегда при жизни и после смерти. И будет надежда, что семя даст добрый плод. Аминь.